Несколько дней назад я сделал пост сообществе на моём канале, в котором попросил моих подписчиков написать название ваших любимых ресурспаков. Большое спасибо всем, кто оставил комментарии и всем привет, с вами Агера. В этом видео я покажу вам 5 топовых ресурспаков для ПВП, которые мне посоветовали мои подписчики. Скажу сразу, в этом видео будет много легендарных ресурспаков и почти всем РП из этого видео я поставил 10 из 10. Все ресурспаки из этого видео вы можете найти в моём телеграм-канале, а ссылку на мой телеграм-канал я оставлю в описании под этим видео. И да, кстати, один РП из этого видео сложно найти в открытом доступе на Ютубе, по крайней мере многие меня часто просили, чтобы я слил этот РП, потому что они сами не могут его найти. Так вот, его я тоже солью в моём телеграм-канале, как и все остальные РП из этого видео, ну а вас я просто попрошу поставить лайк на это видео. А у моих подписчиков оказывается реально хороший вкус, дело в том, что с некоторыми РП, которые я вам покажу в этом видео, я играл ещё много лет назад, и для меня это просто легендарные ресурспаки. И помимо того, что это ваши любимые РП, так некоторые РП из этого видео также и мои любимые, поэтому у нас с вами похожий вкус, и это классно. И первый РП, с которым я сейчас играю, это РП, сделанный, внимание, в зелёном стиле. Да, это удивительно. Я не помню, когда я последний раз играл с подобными ресурспаками, но даже если не так уж и давно, по крайней мере я не помню, когда я последний раз находил прям реально хороший РП, сделанный в этом цвете. Но это, как по мне, самый лучший ресурспак, сделанный, опять же, в зелёном стиле. С этим РП я играл ещё много лет назад, и это один из моих самых любимых ресурспаков, и он просто максимально очень-очень красивый и удобный для ПВП. Если мы посмотрим, к примеру, на мечи, ну просто взгляните на это, посмотрите на эту форму, насколько она красивая. И зелёный цвет в этом РП, он не сильно яркий, он не сильно тёмный, он прям реально хороший зелёный цвет. И я могу уже сразу сказать, что происходит, я могу сразу сказать, что этому ресурспаку я оставлю 10 из 10, хоть мы даже ещё и не доиграли, но сразу говорю, что реально 10 из 10, и я оставлю этому РП. Последний игрок у нас стоит АФК, ну вот и отлично, значит сейчас я вам покажу ещё партиклы. Вообще, в этом ресурспаке есть очень много хороших, классных предметов, которые выглядят красиво, но партикл... Чего? Он слился перед тем, как я по нему ударил. Ну ладно, в любом случае, это просто очень классный РП, советую вам с ним поиграть. Если в предыдущей игре я вам показал, как по мне, самый лучший ресурспак в зелёном стиле, то сейчас я вам показываю самый лучший ресурспак уже в красном стиле. По крайней мере, я так считаю. Я это говорю абсолютно без преувеличений. Дело в том, что с этим РП, так же как и с предыдущим, я раньше играл очень много, ещё несколько лет назад. Поэтому этот РП, можно сказать, проверенный временем. И этот РП реально действительно очень-очень хороший, и я не знаю, почему я его в какой-то момент удалил. Возможно, я просто чистил ресурспак и случайно удалил этот РП, потому что я не верю, что такую красоту я бы удалил специально. Но, по крайней мере, я очень рад, что я снова нашёл этот РП. А если быть точнее, я благодарен вам за то, что вы мне написали название этого ресурспака, я его снова скачал. Я очень рад снова с ним поиграть и снова показать вам этот РП. Потому что я уверен, те, кто смотрели мои старые видосы, уже видели этот РП раньше. В общем, РП, как я уже сказал, и как вы видите, сделанный в красном стиле. В нём очень красивые мечи, очень удобная форма мечей для ПВП. Также красивая броня. И, кстати, вот красный цвет в этом РП, он чем красивый? Дело в том, что здесь он немного переливается. То есть он как будто немного уходит в какую-то, не знаю, темноту. То есть, ну, просто посмотрите, такой тёмный красный цвет. Поэтому выглядит это реально просто шикарно. Ну и в целом, на любой предмет в этом ресурспаке, если посмотреть, всё здесь выглядит максимально качественно. Так, ну а мы сливаем этого игрока, сливаем теперь вот этого игрока. И, честно, хотите верьте, хотите нет, но я ставлю этому РП тоже 10 из 10. А вот со следующим ресурспаком есть один очень интересный момент. Дело в том, что с этим РП я никогда раньше не играл, по крайней мере, насколько я помню. Но при этом, под моим постом, в котором я попросил, чтобы вы написали название ваших любимых ресурспаков, я видел очень много комментариев, в которых люди говорят, что это прям их самый любимый ресурспак. И изначально, когда я посмотрел обзор на этот РП, он мне не понравился. Ну, серьёзно, меня как-то, может, смутила форма этих мечей. Но, когда я скачал этот РП и поиграл с ним в несколько игр, я понял, что я ошибался. Это действительно хороший РП. И, насколько я понимаю, он довольно-таки популярный. Ничего себе, засейвился. Возможно, он популярный, потому что его сделал какой-то ютубер. Или этому ютуберу сделали этот РП, в принципе, не важно. Ну, и он нравится многим людям, по крайней мере, учитывая, сколько комментариев я увидел, где люди просили, чтобы я показал этот РП. И, да, как я уже и сказал, форма мечей в этом ресурспаке довольно-таки необычна. Ну, просто посмотрите на это. Я подобные мечи, наверное, не встречал ни в каких других ресурспаках. Но, при этом, хоть она и необычная, и непривычная, я поиграл несколько игр, и могу сказать то, что с этими мечами реально удобно ПВП-хаться. Также могу сказать то, что цвет... А, нет! Как же я ненавижу эти карты с дырками, в которые настолько просто можно упасть. Но, ладно, я всё-таки хочу сказать ещё несколько слов про этот ресурспак, с которым я играл в предыдущей игре, и с которым я играю сейчас. В общем, советую вам поиграть с этим РП, и хоть он действительно необычный, на первый взгляд вы можете сказать, что он какой-то странный, по крайней мере, мне так показалось. Но, наверное, в этом и есть его фишка, то, что он необычный, но при этом он действительно удобный для ПВП. И если меня не будут скидывать, то всё будет очень хорошо. Ладно, я вам сейчас покажу просто, как нужно играть на Скайварсе. Запоминайте, ребята, туториал от Агеры. Ставим блоки, чтобы он начал оттепать. Потом заводим вот такое вот комбо, и выносим его. Вот бы ещё Хайпиксель не лагал. Всё, в следующей игре мы, конечно же, уже перейдём к следующему ресурспаку, потому что мне уже надоело с этим играть, и я хочу показать вам следующий. Но, сливаем этого игрока, и этому ресурспаку я ставлю 8 из 10. Хороший РП. С этим ресурспаком тоже есть очень интересная история. Дело в том, что когда я увидел название этого ресурспака в комментариях под моим постом, я сразу понял, что, по-моему, я когда-то уже играл с этим РП. Но, я ошибался. Дело в том, что я играл с этим, но переделанным ресурспаком. А конкретно с этим, то есть это оригинальный РП, с которым я сейчас играю, по-моему, я никогда не играл, насколько я помню. Но, я увидел довольно-таки много комментариев, где люди говорили, что это их любимый РП, поэтому я решил с ним поиграть. К тому же, если я играл с переделанным РП, то почему бы не поиграть с оригинальным? Поэтому сейчас я играю с этим РП. И этот РП сделан в синем стиле. Его, кстати, сделал один популярный ютубер. Я играл с огромным количеством ресурспаков от этого ютубера. Зачастую они мне очень нравятся, поэтому и этот РП мне тоже понравился. Если мы посмотрим на алмазную броню, на алмазные мечи, оно сделано в таком темном синем цвете. Возможно, кому-то это нравится, возможно, кому-то нет. Мне, в принципе, это нравится. Обалдеть, сколько там людей. Ну и мы, конечно же, пойдем туда. У меня есть КБ-3 удочка, я сейчас буду всех скидывать. Форма мечей довольно-таки прикольная. Они широкие, но при этом они удобные для ПВП. И, насколько я помню, этот РП, он сделан в 16 тикс, особо не проседает. То есть, если, к примеру, первые два РП, которые я вам показывал, с ними может проседать ФПС и может подлагивать, то конкретно с этим РП, я думаю, такого не будет. Кстати, нормально мы скинули этого чувака просто КБ-3 удочка. Мне это понравилось. Так, чувак, отлетает тоже. Как же я обожаю всех скидывать КБ-3 удочка. Это просто что-то. И да, кстати, в следующей игре я вам покажу просто, наверное, самый легендарный ресурспак за все время. Чтобы вы понимали, РП, с которым я буду играть в следующей игре, с ним я играю уже много лет. Он мне вообще не надоедает. И я его, наверное, за все время, мне кажется, ни разу не удалял. По крайней мере, уже много лет я с ним играю. Наверное, с года 2017 или 2018. И до сих пор он мне не надоел. У меня, напоминаю, есть КБ-3 удочка. Просто сколько игроков я уже таким образом скинул в этой игре. Это что-то. Ну, а теперь мне осталось найти последнего игрока. Ну, что это такое? Чувак просто сидит на своем острове и затягивает игру. У меня еще и блоки закончились. Ладно, я пошутил, не закончились. И да, я проверил этот РП, действительно сделан 16 тикс. Поэтому, думаю, с ним особо лагать не будет. И давайте мы, наконец-то, уже сольем этого игрока. Он тупо все время стоял АФК. Ладно, мы его слили и переходим к следующей игре. А сейчас я вам покажу просто самый легендарный ресурспак. Ну, по крайней мере, я так считаю. И, как я уже и сказал в предыдущей игре, с этим РП я играю уже много лет. И за все это время он мне ни разу не надоел. Это удивительно. Потому что зачастую, если я играю с каким-то ресурспаком довольно-таки долго, со временем он мне надоедает. Но не этот РП. И почему же он легендарный? Ну, во-первых, если у меня спрашивают, какой твой самый любимый ресурспак, зачастую я говорю, что я не могу назвать только один любимый РП, потому что у меня их несколько. Но если меня попросят назвать только один самый любимый ресурспак, то я с уверенностью скажу, что это мой любимый РП. И почему же он мне нравится? Ну, здесь даже объяснять не нужно. Просто посмотрите, насколько здесь красиво выглядят мечи. Посмотрите на эту форму, посмотрите на эту броню, на цвет алмазной брони, на цвет алмаза, в принципе, в этом ресурспаке. И да, кстати, эндерперлы я хочу вам сейчас показать. Только давайте для этого сначала я одену нагрудник. Посмотрите на эти эндерперлы. Я не знаю, абсолютно все в этом ресурспаке сделано очень-очень качественно. И, опять же, я с ним играю уже много лет, он проверенный временем, и я уверен, что даже через 5 лет он будет актуальный. Даже через 5 лет он будет легендарный, даже еще более легендарный, чем сейчас. И, кстати, есть еще один очень интересный момент. Дело в том, что этот РП не то что приватный, нет, его можно найти в открытом доступе, но сделать это довольно-таки сложно. Но я, конечно же, сливаю его для вас в моем Телеграм-канале. Спокойно можете его взять и с ним играть. И я сейчас солью последнего игрока, просто насколько это классный РП. И вот самое смешное, что если вы зайдете на какое-нибудь мое видео, выпущенное 5 лет назад, вы увидите этот РП. И даже сейчас, в моих последних видео, я тоже играю с этим РП. Ставлю ему 100 из 10. Не забывайте, что все эти РП вы можете найти в моем Телеграм-канале, а ссылка на мой Телеграм-канал находится в описании под этим видео. Ну и, конечно же, спасибо всем за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии и ждите следующего видео, оно будет очень интересное. А с вами был Агера, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok